Хотелось поделиться кусочком сессии, а на самом деле это получается за последнюю неделю какая-то главная идея всех приходящих. Что слабость имеет оборотную сторону. Оборотная сторона слабости это сила. Что в слабости есть сила, и что ее принять и признать может далеко не каждый. И что это очень честно иногда оставаться слабым, если чувствуешь, что это единственное верное для себя. Не бросаться в агрессию, не бросаться давать сдачи, и не говорить, что нужно защищать свои границы во что бы то ни стало, да ничего подобного. Дело иногда совершенно не в границах, а в том, что в слабости иногда очень много. То, что мы называем слабостью, это может на самом деле быть принятием ситуации такая, какая она есть. Принятием человека близкого в состоянии не самым прекрасным. Иногда даже принять некое агрессивное проявление, просто поприняв внутри себя, что по-другому он не умеет, не знает и не готов. Это не значит, что нужно терпеть какое-то насилие, не дай Боже, или терпеть оскорбление. Это не про терпение. Принятие это не страдание, принятие это не терпение. Это некое соглашение с тем, что вот сейчас так. Если я не готов быть рядом, я просто ухожу. И не обязательно я должен лезть с кулаками, или доказывать свою правоту, или пытаться срочно помочь, изменить, доказать какую-то правду. В общем, все, что мы очень часто воспринимаем слабостью в других людях, иногда это очень тонкое чувствование жизни. И снова принятие движения и потока жизни вот таким, какой он есть. Я говорила вам две минуты. Если все равно непонятно, напишите мне, пожалуйста, вопрос, и я попробую разъяснить. А сейчас просто очень мне хорошо от того, что такой образ возник, что сила очень часто это слабость. А слабость очень часто является силой. Все зависит от точки честности с собой. Пока.